Всем привет! Тема сегодняшнего видео будет посвящена ситуации, которая сложилась в стране, в мире в связи с вирусом. И тема видео, как я могу помочь людям, миру, что я могу сделать для того, чтобы стало лучше. Сразу скажу, что то, что я буду говорить, поймут не все. До этого нужно дорасти, это поймут в первую ручьей те, кто изучает философию, психологию, эзотерику, ну или хотя бы читает, как-то почитывает книги, блоги, какие-то фильмы, смотрит на эту тему. В связи с создавшейся ситуацией начали люди звонить, писать мне и вопрос, что ты думаешь, как, что, вот, ба-ба-бау, что ты думаешь, что я думаю. Но я думаю, и не я один, я уже так читаю, что люди пишут, и опять же, люди, обладающие этой мудростью, они уже тоже к этому выводу пришли. Я думаю, что мы сами, человечество сами создали эту проблему. Есть такой закон кармы, закон Буберанга, он еще называется, в священных писаниях написано, по делам вашим воздастся вам. Вот, все это воздается. Все, что мы в жизни получаем, мы каким-то образом заслуживаем, каким-то образом сами создаем, притягиваем. Вот, и мы это создали, заслужили своими поступками. Мы это заслужили своим отношением к природе, к планете, к друг другу, к людям, к человечеству. Вот, и таким образом природа, планета, Вселенная нам ответила. Вот, это, во-первых. Во-вторых, люди в основе своей, опять же, это тоже результат этого всего, это невежественная масса, которые еще больше создают этих проблем, которых создают панику, и вот эти последствия негативные усиливают. Да, ну, все видели то, что творилось в магазинах. Еще буквально неделю, полторы-две назад, какой был хаос, ужас я был, наблюдал, просто зашел в магазин купить пачку творога и стоял, смотрел на этих обезумевших людей, которые скупали там все, там, греча, туалетная бумага, баулы, да, я стоял на них смотрел. Я думал, они на меня как на идиота смотрели, когда я стоял с пачкой творога на ужин в себе. Они думают, идиот, тут надо запасаться, он это, да. Интересно, что они сейчас думают по поводу своих поступков, когда в магазинах по-прежнему все хорошо, да. И, опять же, я думаю, многих подвигло это вот неразумные люди, которые выкрикивают какие-то ужасные, такие глупые вещи, как я слышал, я помню, 10 лет назад, когда был в 2008-м спад экономический, одна кухарка как-то там говорила рядом со мной знакомым, сказали, что будет хуже, чем в блокадном Ленинграде. Я хотел ей закричать, ты что несешь? И сейчас я подобное что-то слышал тоже. Вот, вот, ну я говорю, ну включите мозги, люди, чуть-чуть мозги включите свои. В блокадном Ленинграде был голод потому, что город был в блокаде, он окружен, был блокирован немецкими войсками, туда невозможно было подвезти достаточное количество продовольствия. Когда блокаду пробили, продовольствие начало завозить, голод отошел. Сейчас этого нету, никакой блокады, о чем вы несете, полно продуктов на складах. Но люди создают, люди невежественные, они создают эту панику. Создают эти негативные, крикнули, несутся. И один мой знакомый, когда говорит, что ты думаешь, как? Я говорю, я думаю, что все это скоро кончится. Он говорит, а если не кончится, а если все, если работы не будет, все, там, кризис, все, все, все умрем, бла-бла-бла. Я говорю, подожди, вот сейчас о чем ты думаешь? Ты думаешь о том, чего ты не хочешь? Ты думаешь о каких-то негативных последствиях, рисуешь эти образы в своей голове? Я думаю, уже каждый слышал о том, что мысль материальна. С кем не говорю на это все. Я знаю, я слышал, но при этом просто они продолжают делать противоположное, они продолжают создавать вот эти негативные образы, притягивать себе это все. Что все плохо, работы не будет, кризис, все умрут, война, там, не знаю, что, экономический коллапс и так далее. Все, конец света. Вот, что люди рисуют в своей голове. Вы думаете, вы помогаете? Нет, вы усугубляете ситуацию. Но благо есть мудрые люди, которые определенной мудростью обладают, и они как-то сдерживают эту ситуацию. Например, что делаю я? Я уверен, что не я один это делаю. Каждый день на несколько минут я закрываю глаза, сажусь, закрываю глаза на несколько минут, 3-5 минут достаточно хотя бы. И рисую в своей голове те образы, которые я хочу видеть в своей жизни. Я рисую открытые парки, которые наполнены людьми. Люди гуляют, радуются, смеются. Никаких масок я не вижу. Я вижу новости, где говорится, что все, вирус побежден, все излечены, созданы вакцины, все здоровы, все благополучно, что авиасообщение восстановлено, экономика восстановлена, все хорошо, все благополучно. Я рисую это, и я при этом улыбаюсь, я чувствую, что это, я знаю, что я это создаю, я посылаю эти волны. Опять же, те, кто не понимает, вот не все поймут, сейчас многие, что за хрень ты несешь, объясняют тем, кто не понимает этого. Мысль, наш мозг обладает огромной энергией, и наша мысль обладает огромной энергией. И мысль создает вибрации, волны, которые создают события соответствующего уровня. То есть, если волны мыслей низкого уровня, зле, страхи, зависти и так далее, то соответствующие вибрации, соответствующие события негативные создаются. Если же волны высокого уровня, о любви, о добре, об уважении и так далее, благополучно, создаются события соответствующего уровня. В качестве доказательства проводились эксперименты, это факты, люди, адепты, как раз таки вот эзотерики, философии, психологии, собирались в одном месте, там 100, 200, 300, больше людей собирались на несколько дней, в течение вот этих нескольких дней, там по часу, по два, я не знаю, по несколько часов. Они медитировали на добро, на любовь, на уважение и так далее. Что значит медитировали? Думаю, люди, медитация для многих что-то такое непонятно. Просто не собирая, закрывали глаза и сосредотачивались на этих понятиях и ощущали на добре, на любви, рисовали соответствующие образы. Просто даже представьте слово «любовь». Что соответствует этому? Думайте об этом. И вы будете вот вибрировать соответствующим образом. Так вот, полицейская статистика показала, что в течение этого времени, вот пока в течение нескольких дней, вот пока это было, уровень преступности в радиусе нескольких километров от этого места снижался на 50-70%. Представляете? Это статистика, это все реальные факты. Почему? Потому что люди улавливали, эти волны становились добрее, уважительнее друг к другу. Опять же, многие не поймут, поэтому... Но я обращаюсь к тем, кто это понимает. Я предлагаю, что мы можем сделать. Вот это делать. На несколько минут. Или хотя бы перед сном делать. И вот легли спать. И засыпайте с этими мыслями. Засыпайте о том, что завтра все будет хорошо. Что все. Я уверен, я абсолютно уверен, люди, которые изучают это, они абсолютно уверены, что все будет хорошо. Что все это скоро закончится. Вон уже пишут, что какое-то лекарство уже нашли, которое в течение двух суток побеждает этот коронавирус на 99%. Все хорошо. И это создаем мы, люди, которые думают о том, что все будет хорошо. Присоединяйтесь к нам. Думайте об этом. Вибрируйте соответственно. Желайте всем добра. Любите друг друга. Уважайте друг друга. Всем рекомендую посмотреть фильм «Секрет». Ссылку на этот фильм дам в описании к этому видео. Почитайте книгу авторов, которые там в этом фильме есть. Развивайтесь. Всем добра, любви. Я уверен, что скоро все это закончится. Абсолютно уверен. Я абсолютно спокоен. Просто отдыхайте сейчас. Занимайтесь тем, чем давно хотели заняться. Все будет хорошо. Всем добра, любви, здоровья. Все будет хорошо. Всем пока. Целую пух. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok